Время Великого Поста Это время, когда мы должны победить в себе то, что нам мешает радоваться жизни. А мешает нам ни бедность, ни условия проживания, ни начальник на работе, ни коллектив, в котором ты трудишься, ни ближайшее окружение, мешает то дурное, которое живет в нашем сердце, в нашей душе. Это грех. И грехи у всех разные, но все одинаково мешают нам радоваться жизни, губят нашу жизнь и портят отношения с близкими. И время Великого Поста это как некое путешествие, когда мы отправляемся в плавание вместе со всей церковью и предпринимаем труды, воздержание, молитва для того, чтобы вот это дурное в себе все победить. И приближаемся, конечно же, этим путем к дню, который мы называем праздником праздников. Это день Святой Пасхи. Это как лесенка, да, с одной ступеньки на другую, все выше, выше и выше. Вот кульминация Великого Поста это день Святой Пасхи, к которому мы все приблизились. Все по-разному, конечно. Кто-то постился, кто-то не постился, кто-то ходил на все службы в храме, кто-то был очень редко. Но любой труд Богом принимается. И в преддверии Святой Пасхи является Великая Суббота, тот день, когда, с одной стороны, еще как бы Великий Пост не закончился, с другой стороны, это преддверие Пасхи. Совершается особое богослужение, и в этот день все храмы полны людьми. С утра до вечера люди спешат в церковь, чтобы принести с собой пасхальную трапезу, которую они в церкви освящают. И затем, в кругу самых близких людей, все это на столе предложено в день Великого Праздника. И я хотел бы напомнить всем вам, дорогие братья и сестры, что в субботу в наших храмах с утра и до примерно шести вечера совершается освящение пасхальной трапезы. Приносим мы не только куличи, не только пасхальные яйца. Это то, что будет у вас на столе. С одним только намерением, чтобы Господь эту пищу благословил. Она послужила бы во здравии души и телу. Но самое главное, конечно, мы должны понимать, что смысл Святой Пасхи не в том, что мы осветили эту трапезу, и у нас дома куличи и яйца и прочее. А смысл праздника в том, что радость от этого события, она прямо пропорциональна той радости, которую ты подарил другому человеку. Поэтому вот преддверие Великой Пасхи, день Великой Субботы, это время не только, когда мы идем в храм, чтобы осветить эту трапезу. Это время, когда мы о ком-то можем и позаботиться, провести приятное время в общении, в преддверии праздника. Ну и затем тоже, может быть, кого-то проведать, кого-то угостить этой трапезой, кого-то навестить, чтобы вот частица той любви, которую подарил другому, чтобы она к тебе вернулась в многократно умноженном размере. При этом еще раз поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи. Желаю, чтобы Господь каждому даровал здоровье, силы, ну и, конечно же, ту духовную радость, которая посещает наше сердце в тот день, когда мы становимся ближе к Богу. Приходим в храм и в радость общаемся со своими близкими и родными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok